Конфликт на границе Азербайджана и Армении может грозить военной развязкой. Таким мнением сатамикенбизнес поделился азербайджанский политолог Ильгар Велизаде. Минувшей ночью в центре Баку прошел митинг. Демонстранты требовали возобновить военные действия на границе с Арменией. Сейчас, по данным Минобороны страны, в направлении Тувузского района наблюдается относительное спокойствие. Армянская сторона сделала аналогичное заявление, подчеркнув, что минувшей ночью артиллерийские средства не применялись. Мироэрт Жекьянова с подробностями. Карабах наш, слава армии, мобилизация. Такие лозунги скандировали тысячи демонстрантов в центре Баку минувшей ночью. Несанкционированный митинг закончился массовыми задержаниями. После того, как демонстранты ворвали здание парламента с требованием возобновить военные действия с Арменией. Сегодня госструктуры страны заявили, такой необходимости нет. Госслужба заявляет, что при возникновении необходимости с требованиями действующего законодательства, резервисты могут быть призваны в ряды вооруженных сил для обеспечения защиты страны и государственной безопасности. Но в настоящее время такой необходимости нет. После трехдневных военных столкновений на приграничных территориях, севернее спорного Нагорного Карабаха, обе стороны понесли потери. Официальные ведомства стран заявили о семи военных с азербайджанской стороны и двух смертельных ранениях с армянской. Хотя некоторые СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают о 16 жертвах столкновения. По заявлению обеих стран сейчас на границе относительное спокойствие. Но некоторые эксперты считают, что это временно. Абсолютно могут. Почему? Потому что все составляющие налицо. То есть пока мы не ликвидируем причину конфликта, мы не ликвидируем составляющие конфликта, конфликт будет развиваться и приведет, и это развитие приводит к войне, к военным столкновениям. Вот то, что произошло в ТОУЗе, имеет проекцию на развитие. Вот эти самые события станут отправной точкой для других событий. Понимаете? И это как мультипликационный эффект. Дальше и дальше, больше. И в конечном итоге все это, к сожалению, грозит военной развязкой. В очередном обострении 30-летнего конфликта и Армения, и Азербайджан винят друг друга. Международное сообщество выразило обеспокоенность вооруженными столкновениями на границе, а Россия предложила посредничество в урегулировании конфликта. По данным ряда СМИ, после обращения Армении в УДКБ, членом которой является и Казахстан, во вторник якобы состоялось заседание Совета коллективной безопасности с итоговым заявлением об ответственности Азербайджана за эскалацию конфликта. Однако в Казахстанском МИД нашему телеканалу информацию о проведении заседания не подтвердили. На сайте УДКБ такого заявления тоже нет.